На днях в Гоголь-центре прошла очередная тусовка наших гламурных девушек, юношей и некоторых депутатов от «Справедливой России». Сожрали 35 килограммов икры чёрной. Это 3 миллиона рублей стоит. Это маленькая закусочка. Ну, человек 10 их собралось, там, 3 депутата, 3 актёра полуголых, 3 там сына олигархов и так далее. Чёрная икра, её вылов, даже в научных целях в нашей стране запрещён. Вся икра эта нелегальная. Мало этого, эта икра ещё контрафактная. Она некачественная, она плохого качества, её нельзя употреблять. Потому что контрабандисты, подпольщики, у них нет холодильников. Икра должна немедленно быть закупорена в банках. А если её встрили и бросили где-то, а потом через полгода пытается продать, она уже отравленная. И третий момент. Деньги, вырученные от продажи чёрной икры, идут на финансирование банкформирований в Дагестане и в целом на Кавказе. Таким образом, те, кто её нелегально покупают, употребляют, тусуются, они фактически участвуют в совершении ряда преступлений. Это, значит, покупка нелегального товара, покупка контрафактного товара, который подлежит только уничтожению. И помогают финансированию террористов в нашей стране. Делать то, что таких депутатов лишать полномочий за соучастие в преступлениях. Ксения Собчак может гулять. Она всю жизнь будет гулять. Я когда-нибудь напишу роман «Гулящая». Толстой Анна Карин написал. Я напишу «Гулящая». И вот покажу. Сейчас бы покойный отец встал бы, выпорол бы её, вообще бы загнал бы в дом, чтобы никто её не видел. Так позорит коммуниста Собчака. Он вовремя вступил в партию. Понял, что конец КПСС. Вступил и вышел. Молодец. Манёвр хороший. Помешал нам ГКЧП везти в Петербурге. А сейчас дождь бунтует, бегает по всем тусовкам. И там человек 10-15. Навальный там же. Вот борец с коррупцией. Надо прийти нажраться на халяву. Чтобы так сказать. 35 килограмм. На один партийный съезд. Купили прямо остроканских браконьеров 25 килограммов. Не буду называть партию. Потому что не подсматриваю, как некоторые депутаты справедливой России. Кто что ест. Всё из открытых источников. Это возмутительно, конечно.